Здравствуйте! Добро пожаловать на очередной выпуск нашего видеокурса «Предметная фотография – это легко». И с вами я, ее ведущий Эдуард Петер. Сегодня, как и обещано, я хотел с вами поделиться своими методами фотографирования автомодели и рассказать о чем должен заботиться фотограф, снимая такие предметы. Чем реалистичной будет выглядеть на вашем снимке модель, тем более привлекательна она будет для зрителей. Перед съемкой необходимо внимательно рассмотреть снимаемый объект. У меня в руках Бьюик Электро 1957 года выпуска. В то время каждый автомобиль имел свой ярко выраженный характер. И если мы хотим показать все достоинства этих уличных крейсеров, то надо, прежде всего, привлечь внимание зрителей к таким особенностям дизайна этих автомобилей, как роскошная хромированная решетка радиатора и высокие плавники задних крыльев. Прежде чем мы начнем фотографировать, мне бы хотелось показать необходимые для съемки оборудования. Как всегда, в случаях, когда мы показываем уроки для начинающих, наше оборудование будет простым и недорогим. Я использовал в этом случае два светильника постоянного дневного света мощностью 150 ватт, клеящую ленту, три листа ваттмана, два зажима и недорогой театральный спот с габо и двумя линзами. Это все, что нам нужно. Начинаем. Итак, все оборудование на месте необходимое. Мы видим здесь главный источник света, подсветка и подсветка для освещения фона. Камеру поставил я уже на штатив. Наша модель готова к съемке, к сессии. Начинаем фотографировать. Выключаем свет. Ну вот, мы сделали несколько снимков. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Следуйте за мной. Да. Это не совсем то, что бы мы хотели. Выглядит совершенно скучно, невкусно, как говорят. И наш фон совершенно выбелен. Не видно того рисунка, который мы хотели показать с помощью нашего спота и габо. Но я покажу, почему это произошло. Дело в том, что такие светильники, они рассеивают свет во всех направлениях. А так называемый тубус или конус для этих ламп не предусмотрен. И если мы хотели акценты сделать на, допустим, на фон, на решетку радиатора, то это не получится. Нам надо что-то придумать. Самый простой способ, это если мы возьмем лист ватмана, клеящую нашу ленту и склеим вот такой конус, который свободно оденем на нашу лампу и получим самодельный спот. Сейчас посмотрим, что он нам даст. Мы выключим свет и посмотрим, какое действие он производит. Вот общее освещение. А вот теперь мы светим через наш конус. И мы видим, что освещена решетка довольно хорошо и сделан акцент. Фон остается затемненным. То, что нам как раз и нужно. Нам остается осветить сбоку. Но тоже мы бы хотели, чтобы освещение было более интересным, чем просто подсветка. И опять мы сталкиваемся с той проблемой, что в этом случае фон будет засвечен. Поэтому мы делаем еще одно приспособление, еще один конус. Но в этот раз мы делаем с помощью наших прищепочек эдакую щель, через которую мы могли бы осветить интересно бок нашего автомобиля. Вот сейчас мы посмотрим на действие. Очень просто и в то же время действенно. Так что можно этим способом спокойно воспользоваться. И вот теперь я бы хотел познакомить вас с работой этого театрального спота. Дело в том, что в нем находится Габо. Их изготавливаю я сам. В следующих выпусках я покажу, как это делается. Вот. И с помощью линз мы можем наш рисунок, который находится на Габо, сделать более мягким, рассеянным или с резкими гранями. Мы можем ее двигать и, как уже сказано, или смягчать грани, или делать их очень резкими. В этом случае я бы предпочел резкие грани, потому что мне бы хотелось показать, как будто окна в гараже. Ну вот. Теперь мы все сделали. Включаем наши лампы. Направляем свет туда, куда нам нужно теперь. И включаем тоже подсветку нашего фона. Сейчас, наверное, это не так хорошо заметно, но если выключить свет, то подсветка фона будет очень четкой. И мы начинаем фотографировать. Затвор у нас на 0.4, диафрагма 8, ISO 250. Прекрасно. Мы сделали несколько снимков. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Так, смотрим, что у нас получилось. Довольно таки неплохо, но мне мешает розовый блик на заднем крыле. Здесь хороший поворот, но надо посмотреть, что у нас дальше. Неплохо, совсем неплохо, но очень размытый фон, не нравится. Вот эта картинка, мне кажется, подходит больше всего. Ее мы и возьмем. Я хотел бы сейчас показать, что я буду менять. Для этого я делаю так называемый workflow. Вот это место, где не дошел фон до конца. Здесь мне кажется слишком серым все. Модель автомобиля не имеет, к сожалению, хорошего стекла. Там обычное оргстекло, и поэтому искажения неизбежны. Я бы хотел их поправить. Потом мне бы хотелось зажечь фары и сделать след на полу их отражений. Ну, чтобы как бы более реалистично показать нашу модель. Ну, пожалуй, все. Итак, мы начинаем. Я не ставлю себе задачи делать урок по фотошопу. Поэтому сейчас мы включим быструю скорость. И покажем, что можно сделать из уже хорошего снимка. С помощью фотошопа добавить несколько деталей. Мы начинаем. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это был первый автомобиль. В следующих выпусках я хотел бы вам показать еще, как я снимал Studebaker и Chevrolet. Мне бы хотелось вам показать различные способы постановки света. Если вы захотите высказать свое мнение, пожалуйста, я буду рад. До свидания. До следующих встреч.